Мы идём к новому ледниковому периоду. Пророчество Ванги. Где было жарко, там будет лёд. О чём говорила болгарская ясновидящая. Земля отвернётся от солнца. Многие животные вымрут. Что такое ген морозоустойчивости? У кого он есть? И кто спасёт человечество от неминуемой гибели? Матушка Земля, Батюшка Небо. Кто примет первым мощный удар холодной войны? Кто наживается на прогнозах погоды? И как русским хакерам удалось раскрыть мировой заговор климатологов? Впереди настоящие холодные игры. Лютая зима 2018. Смотрите прямо сейчас. Гигантский холодный пузырь обнаружен в Северной Атлантике. Эту новость выдали американские учёные из Национального управления океанических и атмосферных исследований. Но откуда он там появился? И чем так пугает климатологов, это новое аномальное пятно на планете. Холодный пузырь условное название. Реально это не пузырь, а скорее течение. И она может, грубо говоря, толкнуть Гольфстрим вбок. И если это произойдёт, тогда температура в Великобритании, температура в Скандинавии опустится градусов на 10. То есть это будет... В Лондоне будет климат Володы. Холодный участок в водах Атлантики – прямое доказательство приближающегося ледникового периода на Земле. Спустя столетия он вернулся и мало не покажется никому. Наша планета остывает, и понижение градуса – это уже реальность. Айсберг века. Как арктические ледники влияют на погоду в России? Северные территории превратятся в ледяные пустыни. Всё врут календари. Раскаты грома зимой, летом снегопады. Что происходит с нашей природой? Скрытая угроза. Почему остывает печка Атлантики? Когда Гольфстрим остановится, это все сразу на себя почувствуют. Мой дом – ракетная шахта. Сколько стоит страховка от апокалипсиса? У нас есть даже внутренний бассейн, как на курорте. Стена для скалолазания, кинотеатр. В общем, всё, чтобы вести жизнь высокого уровня. Замёрзнут все, о чём предупреждала знаменитая провидица Ванга. И огромная волна накроет большой берег с людьми, городами, и всё исчезнет под водой. Суровые будни северных народов. Как выжить в вечной мерзлоте? Кротовые норы, гроздья рябины и беличьи запасы. О чём предупреждают нас народные приметы. Чем больше белка делает запасы, тем более суровая ожидается зима. Сверский холод. Почему по миру массово гибнут пингвины, олени и лисы? Животные тоже не могут так быстро сонастроиться с такими скорыми изменениями. Зима тревоги нашей. Почему учёные называют теорию глобального потепления чудовищной ложью? Кто наживается на страхе перед неизвестностью? И почему сотни людей уже сейчас ищут спасение под землёй? Сегодня в нашей программе. Армию и спасательные службы привести в боевую готовность. Население предупредить. 2017-й учёные назвали годом готовящейся угрозы человечеству. Вот как звучат первые фразы закрытого документа ООН, который подписали 20 всемирно известных научных организаций. Наступает малый ледниковый период. Земля переживает очередной цикл. И в 2017 году это ясно видно. Начинается период угрозы существованию человечества. Дословный перевод заголовка тоже впечатляет. Начало конца человечества. Документ адресован главам ведущих мировых держав. Учёные призывают готовиться к главному сражению. Борьбе за выживание людей на планете. Но почему и какая опасность грозит человечеству? Раскаты грома, как в мае. Только на дворе январь. Молнии посреди зимы и настоящая гроза. Это Сочи, главный южный курорт России. А по этим кадрам сразу и не понять, какой город завалило снегом. Что происходит с нашей землёй? А как вы думаете, что это средняя полоса России, наверное, да? А вот и не угадали. Это Ялта, ребята. Там вот где-то море. Снежный плен попал и дальневосточный Магадан. На календаре октябрь. Обычно в это время года здесь пора листопада. Но теперь снежная буря и магистрали превратившиеся в каток. На трассе Колыма гигантской пробки не видно конца. Десятки аварий. Похоже, небесная канцелярия спутала все карты. Лето центральная полоса России в этом году так и не дождалась. Зато снега хоть отбавляй. То же самое по всему миру. Невероятно. Но на этих фотографиях пустыня Сахара. Снег укрыл одно из самых жарких мест на планете. Климат Земли преподносит все новые сюрпризы. Эти гигантские ступени изо льда и снега – всемирно известный Ниагарский водопад. Он замерз впервые за сто лет. А это американский Денгар. Город, о котором говорят, что у него 300 солнечных дней в году. А снег, если и бывает, то сразу тает. На городском термометре минус 31 градус мороза. Март. Посмотрите, что у нас происходит. У нас впервые выпал снег. Его называют айсберг века. То, чего ждали ученые всего мира в течение последних 10 лет, случилось в июле этого года. От берегов Антарктиды откололся ледяной гигант. Размеры айсберга впечатляют. Его площадь – почти 6000 квадратных километров. Масса – триллион тонн. Это самая большая глыба льда за всю мировую историю наблюдений. Все страны, которые так или иначе этого могут затронуть, они в небольшой панике, ожидая катастрофических последствий для портов, для судоходства. Ледники всегда первыми реагируют на любые изменения климата. Но вот в чем парадокс. Казалось бы, льды тают, и это говорит о потеплении. Но на самом деле нет. Теряя в весе, ледовый щит нашей планеты играет на понижение. Этот период может на самом деле закончиться. И вот глобальное потепление может ускорить наступление очередного ледникового периода. Настолько причем ускорить, что речь уже идет. На мой взгляд, о десятках лет. Взгляните на эти кадры. Часы судного дня создали американские ученые в 1947 году как символический индикатор риска гибели цивилизации. С тех пор ежегодно нобелевские лауреаты собираются вместе, чтобы сверить время. В январе 2016 года стрелки часов судного дня были выставлены за три минуты до полуночи. Ближе к неминуемой угрозе на два деления. Что же так напугало научное сообщество? Катаклизмы. Угрозой всему живому на планете ученые впервые сочли неядерную войну. А экстремальную смену климата. Никогда раньше ситуация не была столь критической. За всю историю метеонаблюдений, которая официально ведется с 1880 года. Вот лишь небольшая статистика. Землетрясения в Непале, наводнения в Пакистане и Индии. Циклоны в Йемене, оползни в Гватемале. Ураганы в западном полушарии. Всего пострадавших около 100 миллионов. Погибших более 22 миллионов. Неужели в 2018-м ученым придется двигать стрелки еще ближе к полуночи? Да, ситуация определенно ухудшается. В 2017-м новый свет сотрясли мощнейшие торнадо. Эти кадры американские телеканалы передавали в прямом эфире. Почти полностью уничтожены дома и офисы в Техасе. Сотни поваленных деревьев, десятки жертв. Такого урагана в США не видели 12 лет. Наводнение там было чудовищное. До полутора метров воды. Полтора метра воды просто вот на плоскости. Естественно, разрушения тоже очень большие. Там была очень высокая скорость ветра. До 50-60 метров в секунду, когда человек почти не может стоять. Но если в Америке ураганы явление привычное, московский смерч этим летом 2017-го шокировал всех. Невиданной силой ветер валил деревья и сносил крыши домов. Вау! Супа сломал. Супа сломал. Супа сломал. Да. Супа сломал. Целые гаражи взлетали на воздух. Люди еле удерживались на ногах. Но почему стихия наносит разрушительные удары один за другим? Что вызвало целую серию смерчей и ураганов на американском континенте и у нас, в России? Климатологи видят причину в глобальном изменении климата на планете. Мир уже не будет прежним. Непредсказуемые скачки температур из плюса в рязкий минус. И как следствие, буйство стихии. Начинается очередной ледниковый период, такой, как был последний Валдайское оледенение. И как раз сейчас переходный момент, что Земля вступает в фазу начала вот этого нового оледенения. Осколок ледника, тот самый айсберг-гигант, не единственный предвестник ледового апокалипсиса. Взгляните на эти кадры. Древнейший ледник Гренландии, которому более 100 тысяч лет, разрушился буквально на глазах. Всего за один час. Отколовшаяся глыба льда по площади сопоставима с огромным мегаполисом. Ледовый щит Гренландии за 10 лет разрушился на треть. Ученые рассчитали, если он растает полностью, глобальная катастрофа неизбежна. Что приведет практически к осознавению многих островных государств в Тихом океане, в Индийском океане. И плюс подтопление территорий таких стран, как Великобритания, страны Бенилюкса, Гонландия, Франция. Но главной причиной таяния гренландских ледников назвали активизацию древних слоев магмы, расположенных под континентом и постепенно поднимающихся на поверхность. Но тогда же возник и закономерный вопрос. Почему, если земная кора под гренландским материком нагревается настолько, что растапливает тысячелетние ледники, во всей остальной Европе стоят аномальные морозы? В 1958 году американский ученый Чарльз Хепгуд выдвинул теорию сдвига полюсов Земли. Несмотря на то, что предисловие к его книге написал сам Альберт Эйнштейн, в научном мире эта теория так и не была признана. Оно и неудивительно, ведь согласно мнению Хепгуда, накапливание льдов на полюсах должно привести не просто к изменению температуры во всем мире, но и к глобальным сдвигам всей земной коры. И в результате полюса окажутся совсем в других местах. Эта инверсия магнитных полюсов сейчас происходит в 10 раз быстрее, чем происходило раньше. То есть полюс сейчас из Канады смещается в Сибирь, и зайдет такой момент, когда северный полюс прилетнули, потом на месте северного будет расти южный полюс. Однако сторонники ледникового периода готовы остудить пыл своих оппонентов. Исследования показывают, броня льда северных морей крепка как никогда. Ледовая обстановка такова, что все равно даже до северного москового пути нужны ледоколы, даже в августе-сентябре, когда минимум у нас площади льдов. А теперь самое интересное. Уменьшение ледового покрова, оказывается, приведет вовсе не к глобальному потеплению. Эффект будет прямо противоположным. Тают арктические ледники. Все это приводит к появлению частиц воды в атмосфере, которые вызывают холодные температуры в средних широтах, особенно в северной части Евразии. Океаническая вода нагревается неравномерно. К примеру, Тихий океан из года в год становится холоднее. И где? У экватора. Температура поверхности моря в тропической зоне Тихого океана снижается ближе к экватору. И это ведет к охлаждению в полушарии. Неужели новый Северный полюс станет располагаться именно здесь, как и предсказывал Чарльз Хэпгуд? В Европе такая перезагрузка несет ледяные дожди, свирепые морозы и снежные бури. Ведь Земля – единый организм, а мировой океан – это ее кровеносная система. У климатологов есть еще одна версия глобального похолодания – остывает печка Атлантики. Гольфстрим неспроста называют системой отопления Европы и Северной Атлантики. Течение добавляет 8-10 градусов тепла и европейцам, и американцам. Если мы возьмем Ньюфаунленд, например, да, это широта, ну, где-нибудь в Воронеже, Харькова, да. Там – это леса тундра, а у нас, ну, где-нибудь в Нормандии растут виноградники, да. Вот влияние теплого течения. Только вдумайтесь, Гольфстрим переносит около 100 миллионов тонн теплой воды в секунду. Но теперь течение остывает, и этому есть причины. Может произойти разворот Гольфстрима, то, что журналисты называют остановкой Гольфстрима. И в этом случае температура в Европе может понизиться примерно на 20 градусов. Холода Гольфстриму добавляет ледяной лабрадор – другое течение, которое несет свои воды с Северного океана. Ряд экспертов считает, изменение океанских течений может быть связано с последствиями крупнейшей в истории США экологической катастрофы, когда вводы Мексиканского залива в результате аварии на нефтяной платформе «Бритиш Петролиум» вылилось 5 миллионов баррелей топлива. Остановить утечку нефти не получилось. Британцы, чтобы скрыть масштабы бедствия, в буквальном смысле прятали концы в воду. Они пытались очистить океан, сливая в него миллионы литров химреагентов. Но эта токсичная смесь яда и нефти дала совсем другой результат. Последствия оказались катастрофическими. В Мексиканском заливе ученые фиксируют изменения биосферы, в первую очередь придонной живности и просветительности. И вот эти изменения, они могут повлиять и по цепочке уже на тысячи километров к северу. Экологическая диверсия в Мексиканском заливе ускорила охлаждение Гольфстрима. Посмотрите на эти кадры. На них Кольский залив и северный порт круглогодичного судоходства Мурманск. Единственный в мире, который никогда не замерзает. Но что мы видим? Он скован льдами. А ведь именно здесь проходит теплое североатлантическое течение. Продолжение Гольфстрима. В этом году произошел достаточно серьезный сбой Гольфстрима. В чем он проявлялся? Он проявлялся в том, что мы наблюдали очень холодную весну, конец весны и начало лета. Причем это касается именно тех регионов, которые традиционно находятся под действием вот этого теплого течения. Теряя тепло, Гольфстрим меняет климат не только в прибрежных странах. Российские ученые составили свой прогноз и выяснили. Если печка Гольфстрима выключится, температура в Санкт-Петербурге и Гренландии станет одинаковой. Летом минус 15, зимой минус 45. Гольфстрим охладел. Значит ли это, что мы стоим на пороге нового ледникового периода? Прогнозы климатологов неутешительные. Уже через пять лет после его начала вся территория России покроется 10-сантиметровым ледяным панцирем. Даже летом температура, к примеру, в Москве не будет подниматься выше нуля. Когда Гольфстрим остановится, это все сразу на себя почувствуют. Пока Гольфстрим, слава богу, работает. Но он начинает работать с перебоем. Морозы, снегопады на южных курортах, ураганы повсеместно. Такое неадекватное поведение погоды мы наблюдаем уже сейчас. Чудовищные кадры мощнейшего за последние 30 лет шторма в ЮАР. Восемь погибших, тысячи эвакуированных. О, Боже! О, Господи! Какой кошмар! Дома складываются как карточные домики в результате сильнейшего землетрясения в Мексике. Сотни жертв! Октябрь 2017-го. На Тюменскую область обрушился снежный тайфун. 30-сантиметровые сугробы парализовали движение в городе и отрезали поселки от внешнего мира. Климат лихорадит. За последние 10 лет в мире от стихийных бедствий пострадало более 3 миллиардов человек. Погибло полмиллиона жителей Земли. Число природных катаклизмов возросло в три раза. Кажется, климатологам пришла пора объясниться. У климатологов, предрекающих человечеству ледниковый период, свой холодный расчет. Ученые заявляют, уже этой зимой аномальный холод накроет почти все страны Старого Света. В Европе уже готовятся к обильным снегопадам и небывалым холодам. Эта зима в ряде регионов обещает побить новые температурные рекорды. Небывалые морозы и снегопады обрушатся на европейский континент уже в ближайшие недели. Снегом засыплет даже Азию, особенно в тех районах, где зима – это наше прохладное лето. Смотрите далее. Охота на гены. Зачем Пентагон создает банк ДНК российских северных народов? Речь идет о современном оружии. Минус 60 и вечная зима. Где укрыться от лютой стужи? В 2017 году огромное количество людей интересовалось подземным убежищем. Кто выживет на планете, когда наступит вселенский холод? Солнцотрясение. Чем оно опасно для человека? И о чем предупреждает планету небесное светило? Кротовые норы и гроздья рябины. Какие подсказки дает сама природа? И кому она подарила пожизненный иммунитет к лютому морозу? Сбудется ли пророчество знаменитой Ванги? И почему богатые и знаменитые ищут спасение от холода под землей? Смотрите прямо сейчас. Оторвавшиеся глыбы ледников, сильнейшие ураганы и тайфуны. Все это признаки приближающегося ледникового периода. И такое на нашей планете случалось не раз. Главный фактор цикличности планеты сейчас – это приход-уход ледниковых периодов. Каждые примерно 100 тысяч лет – ледниковый период. Это вариация орбиты Земли. Поэтому, конечно, в масштабе десятков тысяч лет мы идем к холоду, мы идем к новому ледниковому периоду. В исторических хрониках 1601 года сообщается об июльском снеге в Москве. Вот документ того времени. Записки французского наемника на русской службе Жака Маржеретта. На Москве среди лета выпал снег великий, и мороз был, в санях ездили. В тот год в начале лета безостановочно лили дожди. Солнца не было совсем. А потом мороз уничтожил все посевы. Неурожай повторился еще дважды. Голод 1601-1603 годов стал одной из причин смутного времени и закатом правления царя Бориса Годунова. Вчерашние стрельцы, казаки, солдаты вынуждены были становиться разбойниками. То есть грабили, врывались в селения, забирали последний хлеб, последнее, ну, все съестное. Не только древняя Русь страдала от холодной аномалии. В 15 веке прозванная «зеленой землей», покрытая лугами и лесами Гренландия, Гренландия неожиданно обросла ледниками. Люди покинули свои дома, остров опустел. Впоследствии это время назвали вторым малым ледниковым периодом. Считается, что настоящий ледниковый период завершился примерно 12 тысяч лет назад. Сколько их было на самом деле за всю историю человечества? Ну, есть споры. Одни ученые доказывают, что было 5 мощных ледниковых периодов. Кто-то говорит уже 6 или 7. Взгляните на картины фламандских живописцев 18 века. Народ гуляет по ледяной темзе. В это же время по Дунаю катались на санках, а Москва-река превратилась в ярмарочную площадь. Грунт в Европе промерзал примерно на 1 метр. Замерзали виноградники вплоть на юге Франции, на севере Италии. Все это сопровождалось голодом, все это сопровождалось массой эпидемии, недовольством, народными вунтами. Что же стало тогда причиной всемирного ледяного апокалипсиса? Версий несколько. Одну из них в своем нашумевшем заявлении высказал британский климатолог Джеймс Мэдден. Кстати, сам он никогда не показывался на публике. Правда, это не мешает Мэддену быть самым цитируемым климатологом мира. Его прогнозы всегда становятся сенсацией. Нынешняя зима будет значительно холоднее, чем в предыдущие годы. А вот и доказательства от Мэддена. Оказывается, Земля неизбежно движется к так называемому минимуму Маундера. По имени английского астронома Эдварда Уолтера Маундера, конца 19-го, начала 20-го века. Изучая архивы, он обнаружил, что в 1645-1715 годах на Солнце резко уменьшилось количество пятен. Маундер, когда построил график зависимости количества магнитных, количества пятен на Солнце от времени, обнаружил, что порядка 75 лет не было солнечных пятен. В космическом масштабе это ничто. Но Земля в это время по-настоящему вымерзла. Минимум солнечной активности совпал с самой холодной фазой малого ледникового периода. Рекордно малое число пятен на Солнце ученые зафиксировали и в этом, в 2017 году. Климатическая история повторяется. Если в другие годы пятен на Солнце было около 50 тысяч, то в этом в тысячу раз меньше. Но и это еще не все. Солнце снова показало себя не с лучшей стороны. Кто-то даже увидел в этом зловещее предзнаменование. О чем предупреждает нас небесное светило. Взгляните на эти кадры. Это солнцетрясение. Уникальное явление, когда по поверхности Солнца расходятся сейсмические волны. Солнцетрясение вызывают сильнейшие вспышки. Каждая мощностью в миллионы мегатонн тротила. Огненные бесформенные массы вылетают в космическое пространство одна за другой. 7 сентября была мощнейшая вспышка на Солнце, в результате которой мы получили в 10 раз больше поток солнечного излучения и возмущения магнитосферы, чем ожидалось. То, что случилось на Солнце этой осенью, произошло впервые за 300 лет наблюдений. Солнечный удар вызвал на Земле ураганы и штормы. В августе Харви, в первой половине сентября Ирма, во второй половине Мария. Многие увидели в этих событиях начало конца света. У ученых же нашлось вполне научное объяснение. Существует периодичность изменений ультрафиолета, исходящего от Солнца, а также изменений потоков солнечных лучей и галактических лучей, которые зависят от солнечной активности. И это может влиять на процессы в атмосфере. Но что будет дальше? Мы все погибнем? Или у человечества все же есть шанс на спасение? Этот вопрос задавали и болгарской прорицательнице, знаменитой Ванге. В одном из своих пророчеств она видела вот такую картину из будущего. Земля отвернется от Солнца. Где было жарко, там будет лед. Многие животные вымрут. Люди будут воевать за энергию, но у них не хватит душе остановиться. А потом время вернется назад. Ванга произнесла эти слова в 1994 году и предрекала глобальное похолодание. Похоже, предсказание ясновидящей с пугающей скоростью начинает сбываться прямо сейчас. Посмотрите, это Черное море, вымершее у берегов Болгарии, родины Ванги. Купаться сложно, потому как все нафиг замерзло. Природа открыто подает людям свои сигналы. И как тут не поверить в приметы, проверенные временем? Природа мудрая. Все устроили очень правильно. Правильно. Если зима предстоит суровая, заранее знают природу. Деревья знают, животные знают. Животные начинают линять раньше. Деревья дают урожай хороших ягод. Этнограф Вадим Меньшутин уже много лет изучает традиции и культуру древних славян. Он знает, как наши предки умели читать подсказки природы и успевали подготовиться к самой суровой зиме. Прогуливаясь по осеннему парку, исследователь замечает сигналы природы. То, что обычному горожанину покажется малозначимым пустяком, не стоящим внимания. Вот, пожалуйста, елка и белка. Белки делают запасы, проявляют повышенную активность. Чем больше белка делает запасы, тем более суровая ожидается зима. Дубы усыпаны желудями, рябиновые кусты – гроздьями ягод. Богатые плодами деревья – еще одна подсказка. Зима будет лютой. Когда гроздья рябины обильные покрывают дерево, веточек почти не видно. Это явный признак суровой зимы. Чтобы зимой, когда снега покроют, чтобы могли птицы прилететь, звери прийти, этими ягодами питаться суровой, долгой зимой. Подсказки дают даже кроты. Если норы указывают на север, зима будет морозная. Наука в своих прогнозах обходится без народных примет. Ученые верят только фактам. А они говорят об одном. Климатический цикл меняется, и этот процесс уже не остановить. Жуткие фотографии из Сербии. Эта леса в погоне за добычей погибла во льдах. Она не успела доплыть до берега, как вода замерзла. Животные хоть и могут предвидеть погоду, но к таким резким изменениям приспособиться не в состоянии. В последние годы, во-первых, климат вообще очень нестабилен на всей планете. И животные тоже не могут так быстро сонастроиться с такими скорыми изменениями. Зима убивает. Зима убивает. Даже быстроногие олени не успевают спастись от аномальных морозов. Это южный Айдаха. Полтысячи животных не смогли перебраться на другой берег реки. 50 найдены мертвыми. Холода обрушились внезапно. Лед сковал воду в считанные часы. Олени были вынуждены срочно покинуть привычные места. Зверский холод уничтожил тысячи птенцов-пингвинов Адели в Антарктиде. Пернатые аборигены самого холодного материка все дальше заплывают в поисках пищи и уже не возвращаются. Это фрагменты секретного доклада британских специалистов. А добыли этот тайный документ русские хакеры. Тысячи файлов. Переписка ученых всего мира, специалистов НАСА и сотрудников университета в США. Главная сенсация – теория глобального потепления, ловкая подтасовка. Вот выдержки из рассекреченных документов. Только что проделал один трюк Майка. Увеличил температуру для каждого периода за последние 20 лет, чтобы скрыть тот факт, что она падает. Но мы все знаем, что смысл не в правде, а в возможности потом отнекиваться. Британцы подтвердили лишь сам факт утечки данных. От комментариев отказались. И можно понять почему. Полученная информация подтверждает тот факт, что климат на Земле становится с каждым годом все холоднее. А глобальное потепление, о котором нам так долго рассказывали, на самом деле – миф. Ну и где это глобальное потепление, которое там ледники где-то тают? Российские ученые, оказывается, еще в конце 90-х, пытались предупредить коллег-иностранцев. Градусник Земли из плюса необратимо уходит в минус. В 1998 году мы уже опубликовали работы, в которой четко было сказано, что да, современные климатические изменения, повышение температуры могут ускорить наступление очередного такого ледникового периода. И это, в общем, буквально вопрос нескольких десятилетий. И, похоже, эти десятилетия уже прошли. А ведь еще недавно ледовый апокалипсис мы видели только в фантастических блокбастерах. Это кадры из фильма «Послезавтра». По сюжету ученый-климатолог пытается предупредить правительство США о грядущей природной катастрофе, но ему никто не верит. А вскоре Нью-Йорк заметет снегом, обледенеет статуя свободы. Космонавты на борту МКС увидят покрытое льдом безжизненное северное полушарие Земли. Получается, еще тогда, в 2004-м, Голливуд не сгустил краски, а напророчил. Свирепые морозы и снегопады в США уже не редкость. Подобные климатические фокусы природа будет проделывать неоднократно и каждый раз все с большей силой. Разница лишь в том, что в фантастических блокбастерах человечество спасает супергерой. А в реальной жизни спасение замерзающих – дело рук самих замерзающих. Смотрите далее. Лютые морозы, вечная тундра и заброшенные города. Что ждет человечество в ближайшем будущем? Обнищание целых регионов – это превращение огромного количества людей в беженцев. Ледяной апокалипсис. Выживет только элита. Как спастись простым смертным? Даже если снаружи будет минус 50, здесь будет температура плюсовая. Что скрывает генетический код россиян? И почему за ним начал охоту Пентагон? Речь идет о современном оружии. Зима тревоги нашей. И если мир подошел к ледяной черте, можно ли купить страховку от апокалипсиса? Смотрите прямо сейчас. Еще недавно этот бункер был бомбоубежищем в одном из районов Москвы. Его выкупила частная фирма, чтобы переоборудовать в суперсовременное, а главное – всепогодное укрытие. В клиентах недостатка нет. Спрос в этом холодном сезоне на подземное убежище был на удивление горячим. В 2017 году был настоящий бум. Огромное количество людей интересовалось подземным убежищем, как универсальным защитным комплексом, который может в мирное время обезопасить имущество. Обеспеченные россияне готовы выложить круглые суммы за персональный бункер в преддверии глобальных катаклизмов. Ураганы, землетрясения, холод. В этом убежище можно пережить не только лютую, но даже ядерную зиму. Основное отличие бункера от простого подвала – это в первую очередь защищенный герметичный периметр. Есть специальные устройства защитно-герметичные – двери, ставни, люки. Массовый бум покупки бункеров охватил весь мир. Звезды Голливуда, крупнейшие бизнесмены и известные политики как по команде начали избавляться от собственных вилл, включая родовые имения. Многие на полном серьезе решили, что мировая элита готовится перебраться на Луну или даже на Марс. Однако оказалось, что они ищут новое жилье совсем в обратном направлении. Этого человека зовут Клайд Скотт. Он частый гость на американском телевидении, а его строительная компания «Райзинг-С» является одной из самых стремительно развивающихся за последние годы. Свои комфортабельные дома Клайд Скотт строит под землей. Ко мне подошла женщина и спросила, вы можете построить большое убежище? Насколько большое? Уточнил я. 12 метров в длину. Заказы расписаны на годы вперед. Стоимость самого недорогого бункера на двоих – 39,5 тысяч долларов. Неужели американцы и впрямь планируют массово переселиться под землю? С моей точки зрения, иметь такой бункер не помешает каждому. Морозы, ураганы в нем точно переждать можно. Массовое строительство подземных бункеров началось в Соединенных Штатах сразу после Второй мировой войны. Паника вокруг возможной ядерной угрозы со стороны Советского Союза была настолько велика, что практически каждый американец, принадлежавший к среднему классу, считал необходимым выстроить у себя во дворе самое настоящее бомбоубежище, снабдив его запасами на пару десятков лет вперед. Самый первый бункер в нашей семье построил еще мой дед. Это было в 1962 году. Сейчас я решил сделать еще один. В бункерах налажена система фильтрации воды и воздуха, есть туалет и генератор солнечной энергии. Единственный вопрос, возникающий у скептиков, неужели покупатели действительно намереваются провести в этой небольшой коробке размером 4 на 6 метров остаток своей жизни? Однажды я ради интереса прожил в бункере полгода. Я никуда не выходил. Хотя если придется провести там всю жизнь, наверное, будет трудно. Впрочем, повальный спрос на продукцию Клайда Скотта говорит сам за себя. Страх перед ледяным апокалипсисом оказался гораздо сильнее традиционной боязни замкнутого пространства. И не последнюю роль в культивировании этого страха сыграл Голливуд. В 2012 году американский телеканал National Geographic запустил телешоу «Будь готов к судному дню». В первый же день его посмотрели 4 миллиона зрителей. А вскоре после премьеры шоу стало самой популярной программой. Заказанный каналом «Соцопрос» показал, почти половина американцев действительно верит, что сбор запасов на черный день и обустройство бункеров – это лучшее вложение денег. Население готовит к тому, чтобы оно было ко всему готово. К исчезновению существующей экономики, к исчезновению цивилизованной жизни с электричеством, с едой. Где только миллионеры не присмотрели себе место, чтобы укрыться от апокалипсиса. Вот здесь будут жить те, у кого денег больше, чем миллион. Миллиардерам слишком тесно в обычном бункере, поэтому они обустраивают под жилье целые ракетные шахты. Для них нет ничего невозможного. Была стартовая шахта межконтинентальной баллистической ракеты. Стали – люксовые апартаменты, в которых можно пережить крах цивилизации. Но богатые и знаменитые хотят не просто выживать под землей, а жить с привычным комфортом. Общая задача проекта – чтобы владельцы бункеров, находясь здесь длительное время, могли наслаждаться комфортом, к которому привыкли, а не просто выживать. Военные инженеры постарались. Все системы гарантируют 75 жильцам полную безопасность. Здесь, как на космическом корабле, все полностью автономно. В аквариумах можно выращивать съедобные растения, а овощи – на специально оборудованных огородах. Все, начиная с выращивания пищи, проведения медобслуживания, создания электричества, в том числе ветряными генераторами, фильтрация воздуха – все было придумано для долгого времени. У нас есть даже внутренний бассейн, как на курорте. Стена для скалолазания, кинотеатр. В общем, все, чтобы вести жизнь высокого уровня. Это кадры презентации американской компании «Вивос». Подобные сооружения язык не поворачивается назвать бункерами. Это самые настоящие подземные города. К тому же премиум-класса. Подземные сады, спа-салоны, бассейны. Так выглядит еще один проект компании под названием «Ноев Ковчег». Однако при всей роскоши трудно не обратить внимание, что этот подземный комплекс включает в себя лишь 34 апартамента. Но ведь одних только миллиардеров, по данным на 2017 год, на Земле насчитывается свыше 2000 человек. И это не считая мультимиллионеров, известных политиков и звезд шоу-бизнеса. Каким образом все они собираются разместиться под землей? Кому-то явно придется остаться снаружи. Минус 60 и вечная зима. Эти люди далеко не миллионеры и уже давно привыкли жить в экстремальных условиях. Чукчи, эвянки, нянцы спасаются от холода проверенным дедовским способом – с помощью тюленьевого жира. Они регулярно наносят его на кожу толстым слоем и не смывают в течение всей жизни. Малые народности России. За биологическим материалом российского этноса развернулась настоящая охота. Заявление российских ученых в преддверии зимы прозвучало как гром среди ясного неба. Пентагон в неизвестных целях собирает образцы ДНК жителей России. В США мгновенно подтвердили, что биоматериалы действительно собирали для неких научных исследований. Для каких именно – так и осталось секретом. Все дело в том, что расшифровка кода нашей ДНК может стать ключом к созданию биологического оружия, выборочно убивающего целые этносы. И в то же время те же самые знания могут помочь человеку приспособиться к экстремальным условиям. Но какие именно гены ищут американские военные? Они решили пойти чуть дальше. Уже разрабатывают не биологическое оружие, а генетическое оружие. По сути, это тоже оружие, но только уже имеет направленное действие. Эти страшные кадры известны каждому жителю планеты. Блокадный Ленинград прожил в осаде 872 дня. Голод и холод унесли более полумиллиона жизней. Но как удалось выжить оставшимся в городе? Как они смогли победить жесточайший холод? Ученые Санкт-Петербурга дали ответ на этот вопрос. У всех, кто выжил, был обнаружен уникальный ген. В исследованиях приняли участие 200 блокадников. И у всех выявлен ген, который переводит организм в энергосберегающий режим. Он спас людей. Благодаря ему универсального клеточного горючего расходуется меньше. А значит, человек способен жить очень долго в экстремальных условиях. Мы выяснили, что действительно сомедленным метаболизмом, который встречается чаще у жителей блокадного Ленинграда по сравнению с популяционной выборкой того же возраста, не пережившего блокад. Иностранцы не спускают глаз северных народностей России. Вот еще одна научная сенсация. Теперь от ученых из Кембриджского университета. Изучая генетический код разных этнических групп, они открыли гены морозоустойчивости. И принадлежат они снова нашим соотечественникам, коренным народам Сибири. Если мы возьмем Аяков, возьмем Чукчи, возьмем Якутов и так далее, то оказалось, что у кого-то из них энное количество, наверное, тысяч лет того, возникла мутация. Очень интересно. Оказывается, за долгое время организм людей на генном уровне приспособился к тяжелой жизни в суровых условиях. Это село республики Саха, Якутия, Аймекон. Его не зря называют полюсом холода. Замерзло. Все, все. Вот так мы и живем на севере. Пиво замерзает на лету. Здесь, в 50-ти градусные морозы, автомобильный бензин превращается в кисель, овощи в стекло, а если холодный воздух вдохнуть поглубже, можно обжечь легкие. А это эксперимент, которым удивляют гостей жители Аймекона. Если плеснуть крутой кипяток из ковша в воздух, получится ледяной салют. На полюсе холода многое приезжим кажется странным. Например, глыбы льда, сложенные посреди поля, используются в качестве естественных хранилищ воды. Ледяной брусок можно растопить и готовить еду или умываться. Здесь нет ни канализации, ни водопровода. Выручает русская баня. И это еще одно экстремальное развлечение для иностранцев. Мне хватит. Это здорово. У русских красивая жизнь. Но что, если температура понизится даже в этих северных регионах и станет не минус 60, а минус 100? Справится ли человеческий организм с таким резким перепадом? И как будут выглядеть люди, которые смогут выжить в таких суровых природных условиях? Это знаменитые кадры снежного человека, снятые в 1967 году Роджером Паттерсоном и Бобом Гимлиным. Долгое время они считались доказательством существования древнего человекообразного существа, которое некоторые палеонтологи считают далеким предком современного человека. Они способны выжить в зиму, наращивая при этом массу и жировую прослойку, как это делают олени, медведи и лоси. И они также переживают тяжелые зимние времена. А когда настает весна, они снова выходят и набирают вес. Несмотря на то, что сегодня достоверно известно, что съемки являются фальсификацией, саму возможность существования йети исследователи не отрицают. Но что если снежный человек это вовсе не прошлое человеческого вида, а наоборот, его будущее? Ведь хорошо известно, что человеческий организм обладает невероятными способностями приспосабливаться к любым природным условиям. Организм может переходить на другие режимы существования. У горных народов зимой, когда надо продолжать работать, но ты при этом не потребляешь горячую пищу вообще, и обычную пищу потребляешь минимальнейшую. Организм переходит в некий режим. Устойчивость человеческого организма, она колоссальная. И если много сотен тысяч лет назад, после завершения большого ледникового периода, человек избавился от шерсти, покрывавшей его тело, то нелогично ли будет предположить, что во вновь изменившихся условиях она снова начнет отрастать? Тебе надо быть чертовым крепким орешком, чтобы выжить. Самые крепкие виды на Земле выживают не в жару, а именно в холод, потому что холод уничтожает все. Зимой очень тяжело и очень холодно. Вечный холод диктует свои правила. Но даже у тех, кто привык к самым суровым морозам, организм не настроен на комфортное соседство с холодом. А для жителей умеренных широт, низкие температуры летом и экстремально минусовые зимой это настоящая катастрофа. В ситуации с грядущим ледниковым периодом самое страшное – это его неизбежность. Природа уже запустила обратный отсчет, и ледяной маховик, судя по всему, уже не остановить.